Вы смотрите вечерние факты в студии Станислав Юдин. Посмотрим каким был этот день и вот его главная тема. Сдулся весь линолеум, под линолеумом вода, стены все мокрые. Подъезд, который поплыл. Жилая новостройка Краснодара оказалась в воде с 16 по 3 этаж. Кто виноват и удастся ли возместить ущерб? Мы сегодня должны уровень вот тех заграничных курортов перенести на наши курорты. Угодить каждому. Губернатор края проверил, как в Геленджике благоустраивают пляжи и всем ли они доступны. Существует группа лекарственных препаратов, которая изготавливается только в нашем производственном отделе. Зелья сваренные без волшебства. Профессиональный праздник отмечают алхимики современности, фармацевты. На многих из вас легла дополнительная нагрузка. В трудное время пандемии вы не остались в стороне. Инициатива приветствуется. Крывая власть подвела итоги работы ТОСов. Расскажем, благодаря кому во дворы приходят большие перемены. Новоселье с приключениями и ущербом в несколько миллионов рублей. Жильцы целого подъезда Краснодарской 16-этажки в микрорайоне Почтовом прямо посреди ночи попали под ливень в своих квартирах с недешевым ремонтом. Эту высотку сдали всего месяц назад. Владельцы квадратных метров только закончили поклейку обоев и укладку ламинатом. И тут же стихийное бедствие. Почему произошла авария на улице Валерия Гайся и кто возместит ущерб? Разбиралась Алина Денисова. Начинаем разбирать ламинат. Час прошел, управляющая компания, тишина. Мы течем, в коридоре вода стоит. Жильцы одну из краснодарских высоток целую ночь провели в статусе терпящих бедствия. После прорыва трубы на самом верхнем техническом этаже водопроводный ливень обрушился на целый подъезд. Жители остались без доступа к коммуникациям. Включать электричество опасно для жизни, а подача воды во всем доме перекрыта. Мы проснулись от того, что у нас капается, льется вода с потолков, со стен, лужи на полу. Мы вышли на лестничную клетку, а на площадке, ну конечно на лестничной, просто вот с электрощитков все течет. Самое интересное, начали звонить с трех часов ночи. До пяти утра никто не приезжал, ничего не перекрывал. Вода как лилась, так и льется. Короче, вот так вот у нас с электрощитка течет. Вот и течет. Примерно это выжил депутат. Здание, новостройка. Сдана месяц назад. В таком доме водопроводная труба, которая стала причиной ЧП, должна была по идее прослужить как минимум 10 лет. Как и ремонт в квартирах. Только теперь от него не осталось и следа. Сдулся весь линолеум, под линолеумом вода, стены все мокрые, потолок порванный весь, натяжной потолок, видно от напора воды прорвался. Повреждена бытовая техника, то есть тут проходил ремонт, поврежден перфоратор, повреждены утюг, новая бытовая техника, то что успели завести в квартиру, все это, все что стояло на полу, все затоплено, все испорчено. Залило десятки квартир. Больше всего досталось жильцам 16 по 3 этаж. По их словам, такой потоп происходит уже второй раз. Они считают, что коммуникации сделаны из некачественных материалов, а управляющая компания отказывается решать эту проблему. Мы хотим привлечь внимание к нашей проблеме, потому что от нас открещиваются. Когда мы идем к управляющей компании и спрашиваем, кто нам будет устранять какие-либо неполадки, управляющая компания отправляет нас на застройщика. Идешь к застройщику, застройщик отправляет на управляющую компанию. Когда этот порочный круг закончится? Чтобы разобраться в этом бытовом конфликте и установить причину произошедшего, мы отправились в управляющую компанию. Но ответа так и не получили. Вам снимать почти ничего? У меня такое задание. Какое задание? Ну, снимать. У вас больше ничего снимать, но есть ничего. Есть, но вот, например, мы справимся. Мы занимаемся, работаем. Одно точно известно. Спровоцировали потоп действительно некачественные трубы. Это признал застройщик. Но жильцов сейчас больше волнует другой вопрос. Кто и когда возместит ущерб? Все жильцы, у которых нанесен ущерб, должны обратиться в управляющую компанию с заявлениями. Мы своим специалистам, которые находятся на месте, дали уже указания составить жильцами акты. Все замечания, которые указаны в актах, мы все замечания будем устранять. То имущество, мебель, другое имущество, которое было в квартирах. Все будет полностью людям компенсировано. Юристы называют эту ситуацию нетипичной и советуют не пускать ее на самотек. Нужно держать ситуацию под контролем. И, в принципе, первое действие. Пришли в управляющую, когда будет готов акт. Если кормят завтраками, тут же вернулся, запечатал письменное обращение с просьбой. Ответьте, когда будет он готов. Чтобы ответили письменно. Чтобы была затяжка. Потом, когда получится ответ размытый, можно идти в прокуратуру. Затем, как будут развиваться события вокруг затопленного дома, будет следить и программа «Факты». Алина Денисова, Денис Горбунов, Олег Исаев, Федор Фролов, Кубань-24, Краснодар. С начала года на курортах Кубани отдохнули порядка трех миллионов туристов. Но высокий сезон еще впереди. Насколько приморские города-края готовы к наплыву туристов, говорили сегодня на совещании у губернатора. Оно прошло в Геленджике. Но перед этим Вениамин Кондратьев вместе с мэром города-курорта проинспектировал местные пляжи. Яна Бузычкина знает все подробности. Последние майские дни перед июньской жарой. Настоящая горячая пора наступает для кубанских курортов. И хоть в этом году сезон начали на месяц раньше, именно к середине лета краевые власти ожидают наплывы туристов. Счет идет не на тысячи, а на миллионы. Ведь когда, как не сейчас, изучать отечественные курорты. Помимо популярных Сочи и Анапы, гости едут в отдаленные и тихие поселения у моря. Мы приехали из Воронежа. Почему выбрали Кабардинку? Потому что, во-первых, тысяча верст с Воронежа, особо недалеко. И здесь считается курортный городок. И очень даже красиво для ребенка. И для нас, также взрослых людей. Есть где погулять, есть куда сходить. Очень много, очень много мест. И самое главное, что ребенку очень сильно здесь нравится. Все приморские города края перед приемом гостей навели лоск. Привели в порядок пляжные территории, очители от природного мусора. Только в Анапе почти 150 золотых песчаных пляжей. Причем в этом году протяженность благоустроенных мест отдыха у воды увеличилась почти на 2 километра. Но и это не все, что могут предложить на курорте. Очень нравится набережная, марка традиционная. Мы планируем, соответственно, с детьми. В основном по набережной, по-другому. Классная детская площадка у вас стала гораздо лучше, чем 2 года назад. Кубань, курорты и качества должны стать в сознании россиян синонимами, уверен глава региона. Тем более, когда поковать чемоданы за границу, пока нельзя. И есть время доказать. Мы не хуже турецкого побережья. Мениамин Кондратьев сегодня приехал в Геленджик. И вместе с главой города-курорта проинспектировал местные пляжи. К высокому сезону их привели к общему знаменателю. С точки зрения безопасности, комфорта и эстетики. Установили теневые навесы, шезлонги и душевые. Главное, чтобы такой пляж был доступен всем туристам, не только вип-клиентам. Вот так вот будут уже спасательные вышки доделаны. Здесь и душевые будут, здесь и переодевальные будут. Здесь и для мобильных групп, там покажем вам оборудованный спуск. Вот это все в соответствии со стандартом, разработанным краем. Муниципальные пляжи всегда отличались тем, что там можно бесплатно было полежать на песочке. Вот сегодня тоже должна остаться возможность и у жителей Геленджика, и у жителей края, и все, кто приедет в Геленджик, бесплатно на муниципальном пляже полежать на песочке. Вот это принципиально важно. А когда мы сегодня отдаем все пляжи, понятно, может быть, качественному арендатору, который ставит шезлонги, зонтики, а у человека нету возможности заплатить и полежать на песке на пляже, вот это плохо. Вот обеспечьте и вот такие шезлонги, и зонтики, и вот такой уровень сервиса для тех, кто готов заплатить, и которые могут зайти на такой пляж, и для тех, кто не готов, либо не может заплатить. Мы имеем право занимать только 40% по шезлонги и теневые навесы. Вся остальная территория, она свободна и доступна. Знаете, коллеги, еще раз подчеркиваю, чтобы это было не просто на слова, а это должно быть реальностью. Доступность пляжей наших курортов, в том числе и Геленджика, она в приоритете. В феврале этого года в профильном министерстве разработали единый стандарт организации пляжей. Он включает в себя и создание безбарьерных условий для людей с ограниченными возможностями здоровья. Например, на этом пляже в Геленджике проложены специальные деревянные настилы и пандусы для прохода в море. Доступная среда, то, что мы делаем для малоподвижных наших граждан, так сказать, приезжих. У каждого желающего есть возможность спуститься. И мы еще на пляжных территориях предусмотрели специальные плавсредства, куда может погрузиться человек с ограниченными возможностями и принять водные проследования, так сказать. Коллеги, вот знаете, еще очень важно. Я смотрю, да, красиво, красивые белые зонтики. Я думаю, здесь будут красивые шезлонги, здесь будет хороший уровень. Вот, в том числе и для маломобильных групп, в том числе и для людей с ограниченной возможностью, абсолютно правильно. Им тоже должно быть комфортно вот с пляжа зайти в море. Им должно быть комфортно. А мы должны что самое главное понимать? В том, что сегодня курорты заграничные, они закрыты. Вот мы сегодня должны уровень вот тех заграничных курортов перенести на наши курорты. В том числе в Геленджик, в Анапу, в Сочи, на все побережье нашего края. Вот такой же уровень и сервиса, и предоставления услуг. Перенять вот тот уровень сервиса для того, чтобы мы тоже были на уровне. Но не хуже точно. Кроме того, большую работу в Геленджике провели и про очистки набережной от строений, которые прикрывали вид на море. Вот здесь находились предприятия общественного питания, два. И здесь находился муниципальный объект. Мы нашли компромиссное решение, демонтировали все эти объекты, расчистили тело пляжа и расширили набережную. Открыли вид на море, ну и тем самым улучшили данную локацию. Нужно открывать вид на море с набережной. Открывать вид на море с набережной, потому что это не мы хотим, это отдыхающие хотят. Они хотят идти по набережной не только слышать шум моря, но и видеть само море. А, конечно, для этого мы должны открыть набережную с точки зрения того, чтобы люди могли реально любоваться морем. Тем более, которые приехали к нам в других регионах. С начала года в Краснодарском крае, главном курорте России, уже отдохнули 3 миллиона человек. Свободных номеров в гостиницах и отелях на лето практически не осталось. Нынешний сезон по числу туристов обещает быть рекордным. Мы сегодня по Геленджику прошлись, вот по набережной. Да, показали пляжи. Алексей Алексеевич, вам благодарен, что новый стандарт, конечно, вы задаете. Конечно, это радует. Но, коллеги, вот здесь должно быть вот так, в каждом направлении, в каждом направлении. Мы должны обеспечить еще раз высокий уровень курортного сезона этого года и последующих, безусловно, исходя из того, что даже когда снова откроются заграничные курорты и в условиях уже конкуренции, очень серьезной конкуренции, мы не потеряем отдыхающих. Вот что должны мы сегодня и сделать. Уже практически открыты все объекты общественного питания на набережной, а есть те, которые еще не открываются. Они не торопятся открываться, потому что, они говорят, и так сезон будет многообещающим. Мы как раз вот к июню и откроемся. Вот эта позиция, она проигрышная только потому, что не имеет перспективы. Не имеет перспективы, потому что бизнес – это всегда конкуренция. И вот конкуренция, которая сегодня уже складывается, в том числе и на нашем побережье, и среди предприятий общественного питания, она выдавит вот таких вот горе-бизнесменов. Выдавит. Чтобы соответствовать высоким стандартам, подстать должен быть и сервис. Незадолго до начала курортного сезона в Краснодарском крае приняли закон, который запрещает работу так называемых «зазывал». Обычно они слишком настойчиво предлагают прокатиться на катере или сфотографироваться с животными на пляже, что отдых чаще всего только портит. Я здесь благодарен депутатскому корпусу ЗАГС Собрания. Они приняли закон, который ограничивает навязчивую рекламу или навязчивые предложения всех, кто торгует непонятно чем на набережных, в том числе и фотографы с животными. По большому счету даже жители городов говорят, что навязчиво за рука буквально тянут и предлагают, и они говорят, да мы просто местные, они все равно. Давай, фотографируйся, хочешь не хочешь, хочешь не хочешь, покупай. Коллеги, это не украшение ни Сочи, ни другого иного курорта нашего края, не украшение. Поэтому, конечно, сегодня есть закон края, который придет смотреть штрафы. Вот именно за это навязчивое называние. Поэтому, коллеги, давайте сделаем так, чтобы этот закон кровой заработал, и штрафы выписывались. Тему с этим навязчивым называнием, навязчивым предложением услуг, товаров, закрыть. На побережьях, побережьях штрафского края. Не стоит забывать и о том, что коронавирус никуда не исчез. И отдыхать туристам придется, соблюдая все требования Роспотребнадзора. При заселении в отель обязательно должны померить температуру. На всякий случай в больницах уже подготовили дополнительные ковидные койки. Если в гостинице возникает случай заболевания, у нас в гостинице становится обсерватором. Вот не надо, чтобы у нас половина гостиниц стала обсерватором. На пляже, конечно, можно находиться без масок. В Геленджике, по сравнению с прошлым годом, таких оборудованных мест для отдыха на берегу моря стало больше. По сравнению с прошлым годом, у нас плюс 6 пляжных территорий. В этом году мы уже подготовили 66 пляжных территорий. Это очень большая работа, потому что пляжные территории – это наше ядро. К июню по всему краю откроются 500 пляжей. И кроме их чистоты и доступности, остается еще вопрос безопасности. Прокурор края просит следить не только за официальными местами отдыха, но и за теми, куда обычно приезжают дикарями. Мы должны еще, конечно, не забывать о безопасности на воде. Если посмотреть за прошлый год, к сожалению, у нас было 115 погибших. Половина из них – это степные районы, это Кубань. А остальные – на тех пляжах, которые не сертифицированы. Но они эксплуатировались точно так же. На Кубани подумали о любителях экстремального отдыха, точнее, об их здоровье. Езда на джипах, по горам и рекам – одно из самых популярных развлечений. Правда, почти все предложения нелегальные. И о безопасности в таких прогулках мало кто переживает. Губернатор поручил навести порядок в этом вопросе. В направлении, которое вызывает сегодня больше переживания даже и за здоровье, и за жизнь отдыхающих, которые прибегают к услугам джипинга, коллеги. Джипинга. Вот они и налоги не платят, и по каким-то маршрутам ездят, по которым мы даже не знаем. А если даже обозначаем, то они все равно ездят по тем маршрутам, по которым хотят ездить. Так давайте, еще раз подчеркиваю, здесь наведем порядок. Либо мы закроем джипинг, либо они будут работать по правилам, которые мы установим. Если эти правила есть, давайте требовать их выполнения. Они должны платить налоги. Они должны обеспечить безопасность для всех, кто прибегает к их услугам. Либо на самом деле мы делаем максимальный запрет, либо мы создаем условия, по которым, по которым, по этим условиям они будут работать. В белую, в белую и со всеми необходимыми требованиями безопасности. При перевозке, еще раз подчеркиваю, отдыхающих. Зачем нам рисковать здоровьем и жизнью отдыхающим? В борьбе с незаконным джипингом у местных властей появился еще один инструмент. Теперь они могут в одностороннем порядке расторгать договоры аренды экскурсионных бюро, которые продают туры на нелегальные экскурсии. Яна Бузычкина, Вадим Волков и Антон Березин. Кубань, 24. Геленджик. Перед началом летнего курортного сезона на Кубани усилили борьбу с коронавирусом. И лучший метод защиты – прививка. Дополнительный мобильный пункт вакцинации от COVID-19 начал работать в Туапсе. Он паркуется на выходных на площади Октябрьской революции. Сделать укол можно с половины девятого утра до семи вечера. Решение выделить такую машину связано с тем, что гостей, которые прогуливаются в центре города, с приближением лета становится все больше. Главные врачи между собой договорились по поводу... Мы взяли машину у 4-й больницы Туапсинской и выставили сотрудников с 1-й Туапсинской центральной районной больницей для оказания этих услуг. Чем быстрее мы создадим прослойку среди вакцинированных, тем быстрее мы победим и остановим рост новой коронавирусной инфекции. Не всегда хочется попасть в поликлинику. А здесь вышли на прогулку с детьми, увидели, что стоит такая машина интересная, красивая. И почему ее не сделать? С удовольствием подошли, нам помогли. Заполнить, сделать вакцинацию. Перед уколом пациентов опрашивает врач. Узнает о хронических заболеваниях, измеряет артериальное давление, температуру и сатурацию. Такой же мобильный пункт по выходным выезжает и в отдаленные районы курорта. В прошлое, например, врачи посетили села Небук, Огой и труднодоступный поселок Гизельдаря. Спецтранспорт оборудован всем необходимым. Холодильниками для перевозки вакцины, аппаратами ЭКГ и медпрепаратами. Всего в Туапсинской ЦРБ уже привили более 7 тысяч жителей. Сегодня в России впервые отмечают новый профессиональный праздник – День фармацевта. 19 мая для этой даты выбрали не случайно. 440 лет назад, еще при Иване Грозном, именно в этот день открылась первая царская аптека. Спустя несколько столетий услуги фармацевтов стали доступными для всех. Нинель Восканян посмотрела, где и как в наши дни вручную готовят лечебные препараты. Вот елька на 1 грамм. И отвешиваем 1 грамм калия хлорида. Переполнить чаши этих весов значит совершить непоправимую ошибку. Сколько вешать граммов диктуют специальные формулы, по которым работают фармацевты производственного отдела Краснодарской аптеки. В книге рецептов на этой кухне десятки растворов для инъекций и электрофореза, витаминные порошки и лечебные мази. Кислота аскорбиновая. Она же обычно желтенькая, когда мы привыкли видеть. Нет, она белая. Это чистая аскорбинка. Она идет в порошки, можно антигриппин с ним сделать. Главный критик на этой кухне – рефрактометр. С его помощью проверяют качество каждого готового препарата. Как и в любом изысканном блюде, в этих лекарствах тоже есть своя изюминка. Существует группа лекарственных препаратов, которая изготавливается только в нашем производственном отделе. Это растворы для электрофореза. В данные растворы не должны быть введены консерванты, добавки, стабилизаторы, потому что при прохождении электрического тока они попадают в организм человека и вызывают токсические реакции. Производственный отдел аптеки – это спасение для тех, кто не может найти нужное лекарство. Например, полиевая кислота продается в дозировке только для взрослых, хотя врачи назначают ее и новорожденным детям. Для них доза в два раза меньше. Поэтому мамы разрезают таблетку ножом. Если справиться с этим самостоятельно возможно, то извлечь излишние сахарозы и другие наполнители самостоятельно не получится. Изготовить чистый витаминный порошок без консервантов и примеси как раз здесь и могут. За одним из таких препаратов сегодня приехала Галина Алексеенко. И все ради сына Кирилла. Ему пять месяцев. Чтобы укрепить детские мышцы, врачи назначили мальчику физиопроцедуры. Вот только с особенными ингредиентами, которые пришлось поискать. Я приехала с Елизаветки, то есть мне нужно было проехать десятки километров, чтобы приехать сюда. Ради своего ребенка, естественно, поедешь за тысячу километров. Мне нужны были лекарства, которые готовятся только в этой аптеке. Это у нас филина и никотиновая кислота, которые нам нужны для электрофореза. В регионе таких аптек несколько. В Краснодаре лишь одна, где изготавливают лекарственные препараты частным лицам. В сутки здесь выпускают около 600 единиц различных фармацептических субстанций. Но самые масштабные партии разъезжаются в крупные клиники края, а также в районные больницы. В отличие от своих исторических предшественников, современные зелья сложнее по составу и приготовлению. Например, с помощью автоклавов стерилизуют растворы. Есть и такой блок, куда вход посторонним запрещен. Но главное, что весь этот лекарственный эксклюзив на выходе доступен каждому пациенту. И подают его к прилавку аптеки в день заказа. Нина Львасканьян, Федор Фролов, Кубань-24, Краснодар. Шаг к большим переменам или власть инициативным гражданам. Сегодня в Абинске подвели итоги работы ТОСов органов территориально-общественного самоуправления. Такие объединения незаменимы, когда нужно обустроить двор, улицу, а то и целый микрорайон. Кстати, лучшие активисты получают не только за асфальтированные дороги и уважение жителей, но и краевые награды. Сегодня их вручил председатель законодательного собрания региона Юрий Бурлачко. А вот как добиться результатов, обсудили уже на семинаре. Подробнее обо всем расскажет Алина Сорокина. Что нужно для успешного ТОСа? В первую очередь инициативные граждане. Без них и смысла нет создавать какие-либо объединения. Когда один боится что-то решать, а второму просто лень. При этом нужен и эффективный менеджмент. Одного желания мало, а то получится, как в басне Крылова «Лебедь, рак и щука». Вроде бы и запряглись, но толку от этого мало. Но к тем, кто сегодня собрался в Абинске, это не относится. Эти активисты могут похвастаться и новыми спортивными площадками, и клумбами, и тротуарами. Есть даже успешные эко-проекты. Наша первая ласточка был проект «Абинский экологический форпост», которым мы очень-очень гордимся. Мы построили в городе Абинске экологическую беседку, купили интерактивный киоск, закупили садовую мебель, ноутбук. И, в общем, мы занялись чистотой. Мы решили, чтобы в городе было чисто. То есть, вначале надо людей и детей научить. То есть, заняться экологическим просвещением. Все достижения ТОСовцев из Абинского, Крымского, Славинского, Тюмрюкского и Красноармейского районов, Анапы, Геленджика, Новороссийска вывешены на стендах. Кстати, их внимательно изучил председатель ЗСК Юрий Бурлачко и вице-губернатор Игорь Чигаев. Раньше такие встречи всегда проходили ярко и весело, с песнями и танцами. Но у пандемии свои правила. Однако активисты все равно смогли поделиться своими результатами в сложном 2020 году. В Геленджике был создан такой большой центр добровольческий. Мы развозили продуктовые наборы. Их было развезено более 13 тысяч. И, конечно, и волонтеры, и наши ТОСовцы были передовиками там. Мы от них черпали информацию, кто нуждается. Мы от них получаем и ежедневный труд. Люди продолжают работать. И я хотел бы тоже пожелать вам, чтобы когда-то эта беда отошла от нас всех. Я имею в виду про пандемию. И мы вошли в старое, прежнее русло, когда мы работали в округах, собирали огромный коллектив. Мы, к сожалению, лишены возможности основной сейчас это общаться с людьми. Лучших показателей, как правило, добиваются районы, где исполнительная власть и общественность выступают одним фронтом. Такой пример – Славянский район. У вас работающая глава, небезразличные органы территориального общественного самоуправления. И вот благодаря тому, что это все происходит в единстве, район показывает достаточно высокие экономические показатели на протяжении достаточно длительного периода времени. Кубань все-таки курортные регионы. Край оценивают люди со всей страны. И не только по развитой инфраструктуре. В Анапе решили пойти дальше и создали свой нравственный кодекс. Активно работаем с местными жителями. Он давно был разработан, но почему-то на него не обращали внимания. Мы сегодня работаем с горожанами, с отдыхающими. О том, что есть некий нравственный кодекс поведения в общественных местах, который нужно, наверное, соблюдать всем нам, чтобы наша жизнь была комфортной. Часто меняется не только мода, но и законодательство. И тосовцы должны следить за нормами права. В крае работают более 6 тысяч таких организаций. Каждый год их число растет. Некоторые для большей эффективности перестроились и получили статус юридического лица. Конечно, ответственности у них прибавилось. Но и открылись новые перспективы. По состоянию на 1 января 2021 года в Краснодарском крае 64 ТОСа имеют статус юридического лица. Наличие которых дает ряд преимуществ. Мы об этом тоже хотим вам сказать. Почему? Потому что, лишь став юридическим лицом, они могут эффективно заниматься и хозяйственной деятельностью, иметь счет в банке и печать, самостоятельно утверждать и исполнять смету расходов, определить в том числе и размер оплаты труда руководителя ТОС. ТОСовцы объединились, конечно, не ради наград, хотя участие в конкурсе лучший орган территориально-общественного самоуправления может принести активистам дотации в размере более 500, 300 и 200 тысяч рублей. Соответственно, это первое, второе и третье место. Средства можно направить на решение проблем в границах ТОС. Прошлый год, итоги которого мы подводим сегодня, ни для кого не был простым. Территориально-общественное самоуправление не исключение. На многих из вас легла дополнительная нагрузка. В трудное время пандемии вы не остались в стороне. Вместе с волонтерами, депутатами, предпринимателями вы организовывали помощь нуждающимся, многодетным и малообеспеченным семьям, ветеранам, пожилым гражданам. Участвовали в контрольных мероприятиях по соблюдению предписаний Роспотребнадзора и режима карантина. Хочу сказать спасибо. Вот последние 15 лет работы депутатом Государственной Думы, первая опора, это, конечно, ТОС. И вы прекрасно знаете, что работаем мы с населением. Вы не последнее звено, вы первое звено. Вы заедьте в наш любой хутор сейчас. Освещение, асфальт. И домики покрашенные, ухоженные. Это ведь, это культура наша, наших людей. Зональные совещания по итогам работы ТОСов пройдут в шести территориях. Таким образом они охватят все районы края. Сегодня такие встречи также состоялись в Приморско-Ахтарском и Белоглинском районах. Алина Сорокина, Денис Окулов, Кубань, 24, Абинский район. Всегда готовы. Сегодня в России и странах СНГ вспоминают главный праздник советских школьников – День пионерии. Ровно 99 лет назад решением Второй Всероссийской конференции комсомола были созданы первые отряды ребят в красных галстуках. В их ряды мог вступить любой желающий гражданин СССР старше 9 лет. По словам председателей КПРФ, суть молодежной организации заключалась в привитии детям понятий коллективизма, дружбы, безвозмездной помощи жизни в социалистическом обществе. Мальчишки и девчонки сдавали металлолом и макулатуру, помогали пенсионерам и своим товарищам. Каждый год 19 мая молодые люди устраивали линейки, проводили ленинские уроки, а вечером обязательно разжигали большие пионерские костры. Пионерская организация Пионерская организация Почему? Потому что пионерская организация это же не просто способ занять детей, это способ воспитания молодого поколения, привития ему каких-то определенных ценностей. Многие вещи из советского прошлого сейчас, они актуализируются даже не потому, что власть хочет, а потому что это правильно и ценно само по себе. Вот сейчас народные дружинники возрождаются, я сегодня новости читал в одном из районов края. Это правильно, это нужно, это полезно, это хороший опыт. За все время существования движения примерить красный галстук смогли более 210 миллионов человек. Водитель легкового авто, устроивший аварию со школьным автобусом на трассе в Тбилисском районе, понесет уголовную ответственность. На него сегодня завели дело. Напомню, ДТП случилось 17 мая. В результате столкновения автобус перевернулся. Пострадали 4 человека, сопровождающие учеников, двое подростков и рулевой злополучной лады. Известно, что за ним числятся несколько нарушений правил дорожного движения. Мужчина уже превышал скорость и пересекал сплошную. Теперь по всей строгости закона придется ответить за то, что не соблюдал дистанцию. Клещи пошли в атаку. На Кубани от их укусов в этом году пострадали уже более 620 человек. Почти сотню из них членистоногие заразили опасной инфекцией – бриллиозом. Страдают от кровососов не только люди. Регулярным нападкам подвергаются и животные. Встречи с паразитами для братьев меньших вообще опасны для жизни. Как могут звери и люди защититься от маленьких вампиров, выяснила Анастасия Маркова. Эта крепкая дружба длиною в три года чуть не прервалась после очередной прогулки. Сюда, к озеру Екатерина Лапина и ее пес Бакс приходят каждый день. Поймать дыхание ветра и насладиться запахом свежей травы. В том, что именно в ней может таиться угроза жизни, Катя и представить не могла. Увидели, что у него распухла морда раза в три, наверное, глаза текли просто жутко, их не было видно. Ну то есть какая-то, видимо, аллергическая реакция пошла. Мы побежали в лечебницу, нам сделали укол и сказали, ищите причину. Это аллергическая реакция на что-то. Стали искать и нашли клещей. Укус клеща вызывает у животного опасное заболевание – пироплазмоз. Инфекция попадает в кровь и разрушает красные тельца. Вызывает анемию, кислородное голодание, а затем отказ органов. Если четвероногому вовремя не оказать помощь, оно погибает в 99,9% случаев. Лечили бакса две недели, капельницы, таблетки, анализы – и так в два круга. За терапию Екатерина заплатила более 10 тысяч рублей. Ничтожная цена за жизнь лучшего друга. Но этих трат, да и риска, можно было избежать. Профилактика необходима, и в условиях нашего края она необходима ежемесячно и в любое время года. Потому что многие думают, что клещи неактивны в холодное время года. Это не так, это миф. Сейчас на рынке очень много препаратов, которые могут профилактировать. Основные – это капли на холку. А еще таблетки и ошейники. Последние надо менять регулярно. Нападают кровососы не только на домашних любимцев. Вот, например, жертвой клеща стала дикая черепаха. Нашли ее в Новороссийске случайные прохожие. Вооружившись плоскогубцами, принялись спасать. И сделали это неправильно. Извлекать членистоногого необходимо пинцетом и по специальной методике. Тянуть нужно очень аккуратно, перпендикулярно вверх над поверхностью кожи. Такие совершать вращательные движения, как бы вывинчивая головку клеща из вашего тела. Ни в коем случае не нужно сильно нажимать и делать резких движений. Нельзя использовать и масло со спиртом. Растворами насекомое можно испугать, и оно начнет защищаться. Впрыскивать в кровь ядовитые вещества, переносчиком которых является. И это еще больше усугубит ситуацию. Людям, пострадавших от клещей, по возможности вообще не стоит их трогать. Мы не советуем самостоятельно удалять клеща, так как при его удалении возможно повреждение тела, что приведет к дальнейшему инфицированию. Лучше всего обратиться к врачу, особенно если ухудшилось самочувствие. А вот нападавшего надо сохранить. Не на память, а для исследований. Так поступил Олег Исаев из Кразнодара. Клеща юноша посадил в банку и отнес в Краевой центр гигиены и эпидемиологии. С начала года здесь уже исследовали более 400 клещей, снятых с кубанцев. 16% из них оказались заражены боррелиозом. А это значит, что такое же количество людей получили дозу опасной инфекции. У него целый спектр возможных проявлений от кожных форм до специфических поражений нервной системы, поражения проводящей системы сердца, полирадикулоневритов. Поэтому это серьезные инфекции, которые требуют наблюдения, контроля. Выявили инфекцию клеща, значит, вовремя назначили лечение пациенту. А еще кровососы переносят болезнь лайма и энцефалит. Последний приводит к инвалидности. И хоть на Кубани такая болезнь не встречается, это не значит, что она совсем не грозит. Урал, Повожье, Сибирь и Дальний Восток – зоны обитания энцефалитных членистоногих. Отправляйтесь туда в поездку, тогда сделайте прививку. А вот для тех, кто край покидать не намерен, достаточно элементарных мер защиты. На природе используйте средства от насекомых и одевайтесь соответствующе. Короткая юбка, шорты, майка и непокрытая голова, как магнит для клещей. Зацепиться за человека в такой легкой экипировке кровососом проще простого. Плотная одежда, закрывающая все тело, носки, поверх брюк и головной убор станут, если не стопроцентной защитой от укуса, то уж точно снизят эту вероятность в несколько раз. А вот городские зеленые зоны под защитой дезинсекторов в парках и сферах косят траву и обрабатывают химикатами рано утром и поздно вечером, когда людей нет. Мониторинг парков будет проходить практически еженедельно на протяжении всего летнего периода и до сентября включительно. Поэтому прогулки в парках для горожан максимально безопасны. Не лишиться ежедневных променадов вдоль озера и Бакс. Его от опасных кровососов защитит специальная таблетка со вкуса мяса. Бакс, давай. Ам. Молодец, хороший мальчик. Ап. Анастасия Маркова, Денис Акулов, Артур Завада. Кубань, 24, Краснодар. На Кубани борются и с опасными для здоровья сырниками. В регионе объявили войну амброзии. Ее пыльца сильнее шелерген. Чихание, зуд, насморк и приступы удушья у астматиков. Контакт с этим растением может даже привести к летальному исходу. Поэтому врага важно уничтожить до цветения. В Краснодаре уже скошено больше тысячи гектаров сорной растительности. Такие данные озвучились сегодня на брифинге в мэрии. Городские власти призывают занять активную позицию самих жителей. Сознательность самих жителей, те, которые знают о том, что это амброзия, и просто неравнодушных людей. Увидев даже куст, который произрастает, это может быть целая плантация, может быть единичное растение. Просто не пройти мимо, а взять и вырвать. Молодежные и волонтерские организации участвуют в рейдах Россельхознадзора и Минсельхоза, призывая собственников участков убирать карантинный сорняк. Дело в том, что администрация несет ответственность только за муниципальную землю, парки, скверы и общественное пространство. Фермеры, дачники и владельцы частных домов должны решать проблему самостоятельно. За куст амбрузии можно получить штраф. На 500 рублей наказывают граждан, а на 10 тысяч рублей – юридических лиц. Сочи к летнему сезону готовят не только здравницы, но и улицы. По всему городу сейчас обновляют клумбы. В июне они заиграют яркими красками. В прошлом году предпочтения отдавали сдержанным оттенкам. В палитре 2021-го – желтые, красные, розовые и голубые цвета. Тагетис, Сальвия, Цинния, Ангелония – город украсит около 30 видов сезонных растений. Их подбирали с учетом активности солнца, расположения клумбы и ассортимента многолетних цветов. Вся рассада была выращена в кубанских питомниках. От зеленого импорта курорт отказался. Кубань уже научилась выращивать отличную рассаду, поэтому нет смысла применять дорогую, импортную. И она более прихотливая, нежели наша. При транспортировке долгое время она испытывает стресс. Наши живот вечером загрузили в Краснодар, утром она у нас. Кроме того, использование местных растений уменьшает риск распространения насекомых-вредителей. На курорте планируют высадить 380 тысяч сезонных цветов и порядка 11 тысяч многолетних. Также пополнится коллекция деревьев и кустарников на полтысячи новых экземпляров. В этом году растения начали высаживать позже обычного срока. Весна выдалась холодной. Почва только сейчас прогрелась до оптимальной температуры. Это была заключительная новость сегодняшнего выпуска. О новостях спорта и прогнозе погоды расскажут мои коллеги Елена Лефирова и Наталья Баранова. Лен, погода в последние дни на Кубани достаточно противоречива. С утра выйдешь, прохладно, днем жарко. Когда уже не нужно будет носить с собой гуру одежды? Ну, уже сейчас на самом деле можно уже быть про теплые вещи хотя бы на какое-то время. И зонтики тоже можно с собой не брать. Уже стабилизируется погода и будет хорошо и приятно. Ну, нам, спортсменам, главное, чтобы к 30 мая все было хорошо в Краснодаре, потому что в этот день пройдет большое беговое спортивное событие. О нем мы расскажем обязательно в выпуске «Спортивных фактов». Смотрите нас. Не пропустите «Факты спорта». Останьтесь на прогноз погоды. А я прощаюсь с вами. Всего хорошего. Добрый вечер. Появляется первый загар и вещи сохнут за 30 минут. Да, это Кубанский май. Что именно приготовила для нас погода, покажет снимок со спутника. По данным синоптиков, долгое время погоду в европейской части России определял обширный казахстанский антициклон. По его периферии в регион поступали воздушные массы из Средней Азии. Но все это время атлантические циклоны пытались прорваться через поле повышенного давления. Накануне им все-таки удалось сломить его сопротивление. На русскую равнину пробилась гряда грозовой облачности. Плотные тучи движутся со стороны Европы и температурные значения понизятся на 5-7 градусов. У нас в крае наоборот. Наконец-то погода нормализуется. Тот самый холодный атмосферный фронт, связанный с циклоном, который прилетал к нам со стороны Украины, смещается в северо-восточном направлении. И все благодаря антициклону, который перешел к нам со стороны Турции. В связи с данной синаптической ситуацией температурные значения возвращаются в свою климатическую норму. Облаков будет очень мало, а солнце активно будет прогревать землю Кубани на протяжении дня. Во второй половине дня в акватории Черного моря появится циклонический вихрь. И у него даже получится зайти к нам в край. Но осадков на Кубани он не принесет, так как поле повышенного давления отправит его обратно в сторону Центральной России. Ну а теперь подробнее о температурах. Переносимся на карту края. Посмотрим, что же ждет нас на востоке. В Тихорецке плюс 24, Кропоткин плюс 26, Армавир плюс 27, тепло. В горных-предгорных районах в Майкопе плюс 26, Отрадное плюс 27, Мостовской 26, Тепширонск плюс 25 градусов тепла. Как видите, осадков нет. Переносимся на север, в центр и на запад нашего края. На севере в Ейске плюс 20, Приморско-Ахтарск плюс 25, Кущевское плюс 23. В Тимошевске плюс 26 и немного облачно. На западе в Тимрике плюс 24, в Крымске плюс 26 и не облачко. Перенесемся с вами на Черноморское побережье и посмотрим, что же ждет нас всех там. В Сочи плюс 26, солнце. В Топсе плюс 24, Геленджик чуть-чуть поменьше, плюс 20. И в Новороссийске плюс 22. Вот такие хорошие температуры приятны на Черноморском побережье. Давайте в Крымской столице посмотрим, что же нас ждет, что же ждет нас в Краснодаре. А в Краснодаре хорошо. Утром плюс 22, днем до плюс 26, вечером плюс 19. Ветер умеренный, юго-восточных, восточных направлений, давление в пределах нормы. А теперь наша рубрика «Погода на заказ». Никитина Дмитрия Олеговича поздравляют с днем рождения родные, близкие и коллеги. Желают ему успехов в работе, крепкого здоровья, быть счастливым и довольным. Также друзья желают Дмитрию Олеговичу хорошо съездить в отпуск с любимой семьей. Отлично провести время и набраться сил для дальнейших свершений. Ну а мы, конечно же, присоединяемся к поздравлениям и желаем Дмитрию Олеговичу солнечных дней. И чтобы все его мечты сбывались и приносили ему только радость. Именинник из Краснодара с прогнозом в краевой столице мы с вами уже ознакомились. На этом у меня все о погоде. Желаю вам отличного настроения. Увидимся!